Уважаемые коллеги, добрый день! Рада вас приветствовать этим зимним днём и особенно рада поговорить, обсудить с вами такую актуальную на текущий момент тему, как формирование читательской грамотности младших школьников в систему работы с родителями. Потому что о формировании читательской грамотности младших школьников мы с вами уже начали разговор, это было в ноябре, и по вашим отзывам вебинар оказался вам полезен. Сегодня мы разговор продолжаем, и, наверное, более сложная тема сегодня. Мы рассмотрим приёмы, позволяющие привлечь родителей к процессу формирования читательской грамотности, эффективную систему взаимодействия и практически, конечно, инструменты, самое главное, то, что мы можем взять в работу сразу для нашей совместной с нашими уважаемыми родителями эффективной работы. И, как говорил Константин Дмитриевич Ушенский, читать ещё ничего не значит. Что читать и как понимать читаемое, вот в чём главное дело. И мы с вами, конечно, в нашей работе и учителей, и библиотекарей отталкиваемся именно от этой мысли, что мало научить ребёнка навык учтения, пусть даже и безошибочного, ключ в понимании прочитанного. Но наша задача донести эту мысль до родителей, потому что мы видим, что, к сожалению, в настоящее время книга уступает электронным средствам позиции источника знаний, передачи информации. И не только как источник знаний, но и как наслаждения, источник наслаждения уже привлекает, к сожалению, не каждого читателя. Те, кто был на моём вебинаре осенью, помнят этот слайд. Как отличаются нынешние маленькие читатели от тех, какими были мы предыдущие поколения. Но меняется мир и меняемся мы. И мы учимся работать, учимся той самой каплей камень точить, чтобы всё-таки был результат. И сейчас наша задача привлечь к этому процессу и третьего участника нашего образовательного процесса, говорю как учитель, это наши уважаемые родители. И главным вызовом современности является то, что наши родители запрещали нам читать лёжа под одеялом. Я разрешаю своим детям читать как угодно, хоть стоя на голове, но они всё равно не читают. И вот отталкиваясь от этого вызова, мы сегодня и строим программу нашей сегодняшней с вами встречи. Будьте добры, поставьте, пожалуйста, огонёчки те, кому отозвалась информация, которую я вот озвучивала сейчас в эти пару минут. Спасибо. И действительно, да, проблема, современная проблема чтения, что она не является желанной деятельностью. И школьники не считают необходимой деятельностью культурного человека вообще читать. Если и читают, выбор книг достаточно скудный, мы с вами уже тоже об этом говорили, что хорошо, если читают хотя бы приключенческую фантастическую литературу. И современная эпоха порождает особую культуру, в которой занимают ключевое место аудио. Визуальное средство информации, передачи информации, ну и появляется так называемый сленговый спрессованный язык, который мы все с вами наблюдаем на просторах интернета, который сейчас выходит в нашу жизнь. И всероссийские проверочные работы, и различные работы, в которых принимают наши школьники международного уровня, демонстрируют также ряд определенных трудностей. Уважаемые коллеги, я для вас слайды оставляю. Почему? Чтобы у вас было от чего отталкиваться при разговоре с родителями. Потому что родителю четвероклассника важно сказать, ваш ученик, ваш ребенок должен успешно написать всероссийские проверочные работы, да, и они это понимают. Родителям, приводящим только в первый класс, можно привести в пример сравнение наших школьников со школьниками других стран, что дают неточные ответы, испытывают трудности в разграничении того, что известно и того, что прочитали в данном тексте. Например, до сложности выполнения таких-то заданий. То есть вы отсюда возьмете то, что, как вы понимаете, на что появится отклик, да, что даст отклик в сердцах родителей и от чего можно будет отталкиваться в построении системы работы. Итак, система работы. Мы с вами понимаем, что она нужна. Потому что если я пришла работать в школу в 2000 году, и уже тогда в диалогах с родителями я чувствовала некий скепсис относительно того, что дети начнут читать, дети полюбят читать. Родители мне говорили, нет, это ерунда современным детям не полюбить книгу. Для них книга – это учебник, либо та, которую задали в школе. Но, опять же, мое любимое выражение, уже не первый раз я употребляю, капли камень точит. И работа проведенная дает свои результаты. И те же родители, скептически настроенные, через некоторое время приходят и говорят, надо же, а вы были правы. И наши дети действительно полюбили читать. А с чего начать эту работу, простроить эту систему так, чтобы родители из скептиков превратились в ваших союзников, вот об этом хочу тоже начать с вами разговор. Потому что для того, чтобы вас услышали, важно, чтобы информация стала для них актуальной, для них важной. Вот две точки опоры я вам уже дала. Это трудности, о которых можно и нужно говорить. Что наши дети не достигают нужных результатов именно из-за того, что недостаточно сформирован читательский навык. И то слово «сочетание», которое нам с вами хорошо знакомо, смысловое чтение, для многих родителей является неактуальным. Это не про них. Значит, надо об этом рассказать. Да, конечно, мы проводим много мероприятий, связанных с чтением. Это и посещение библиотеки школьной. Работа совместная с библиотекарями сейчас проводится очень интересная. Мы выходим в районные библиотеки, мы проводим различные праздники. Дата, связанная с нашими писателями, тоже не остается без внимания. Но это работа, которую проводим мы. А наша задача – вовлечь в нее родителей. Поэтому нам важно рассказать родителям, что такое читательская грамотность, и почему нужно заниматься ее формированием. Зачем? И почему они должны включиться в эту работу? Мы проводим... Вот внизу я перечислила некоторые формы работы, которые лично я использую. Предлагаю вам использовать тоже, которые сейчас нам доступны. Это, конечно, родительские собрания, родительские встречи, как сейчас их принято называть. Но кроме этого, каждый педагог, каждый библиотекарь может воспользоваться и другими возможностями. Это семинары и вебинары. Это ведение собственной странички в социальных сетях, что сейчас стало престижным. И даже знаете, что есть совет блогеров, педагогов, которые, кстати, ведут большую интересную работу. Также мы можем направлять в родительские чаты полезные ссылки с комментариями. Да, почитайте, посмотрите. Здесь будет интересно, будет полезно. Ну, подкасты, да, это слово определенного значения. Я это использую скорее для себя, как некий аудиоматериал, который я могу коротенько наговорить родителям, чтобы они послушали. Едет родитель за рулем, да, включил и слушает. Это тоже работает. Хотя я в это долго не верила, но это работает. Ну и, конечно, индивидуальные беседы. Это не все формы. Это формы, которые я использую. Возможно, если у вас появятся свои идеи, пожалуйста, поделитесь. Мы тоже возьмем с коллегами в работу, потому что чем больше у нас различных возможностей, скажу такое, позволю себе слово, достучаться до родителей, тем больше у нас шанс, что нас все-таки услышат. Итак, вот в этой системе взаимодействия нам важно рассказать родителям, почему мы должны заниматься формированием читательской грамотности, почему важны именно вы. Мы с вами знаем такое понятие, как функциональная грамотность младшего школьника. Это понятие сейчас списано и в наши основные документы, регламентирующие работу начальной школы. Это наш стандарт начального образования. И мы не учим только читать, писать, и об этом нужно говорить родителям. Мы прививаем ребенку в готовность взаимодействия с окружающим миром. Мы учим его строить социальные отношения, наделяем его возможностью решать учебные и жизненные задачи, рефлексировать, то есть оценивать ситуацию, оценивать себя в ней. И вот всех достичь этих возможностей мы можем в том числе и в поле формирования читательской грамотности и смыслового чтения, работы с информацией, добываю, оцениваю, применяю, готов к саморазвитию. То есть, конечно, не каждому родителю это услышится, и не каждым родителям это поймется, но опять же говорю, даю много информации, чтобы вы могли выбирать, что и какими словами сказать, чтобы быть услышанным. И вот как раз в системе функциональной грамотности читательская, интегрированная, взаимодействует с другими, это та, которая сейчас необходима, и эти слова можно говорить, для формирования человека успешного в будущем, в любой области, какую область не возьми, какую профессию или направление жизни не возьми, сейчас без читательской грамотности никуда. Мы можем здесь приводить примеры, опять же, те, которые ложатся на душ вашей родительской аудитории, чтобы они вас услышали, но факт остается фактом, это не мы с вами придумали. Это то, о чем сейчас говорится на самых высоких трибунах педагогического сообщества. И что такое читательская грамотность, мы видим здесь одно из определений, их на самом деле несколько, но мне нравятся определения Натальи Федоровны Виноградовой, ее коллективы, лаборатории начального образования Российской академии образования, которые говорят о том, что читательская грамотность прежде всего потребность в читательской деятельности. Вот, собственно, тот ключик, о котором мы с вами сегодня говорим, потребность, нам важно сформировать потребность читательской деятельности с целью, для чего потребность? Успешность, социализация, да, мы с вами это видим вот здесь, да, что социализация – это то, о чем мы сейчас говорим вообще в поле формирования успешного ученика, ребенка в начальной школе, дальнейшего образования саморазвития, то есть учить себя самостоятельно, не умея работать с текстом, невозможно. Готовность к смысловому чтению и способность извлекать из текста необходимую информацию. То есть вот это определение читательской грамотности, что это вообще такое, да, об этом мы тоже говорим нашим уважаемым родителям. Ну и можем подкрепить свои слова выдержками из Федерального государственного образовательного стандарта, в котором мы сейчас работаем, особенно на родительских собраниях, особенно на таких ключевых, при четвертом классе, в начале первого класса, да. Зачем вообще мы это делаем, к чему, уважаемые родители, мы должны включиться? Потому что есть документ, по которому работает вся начальная школа России. И стандарт принят в 2021 году, и вот в нем есть такие слова, да, что мы должны заниматься формированием смыслового чтения, читательской грамотности, как и почему, да. То есть я не буду здесь сейчас останавливаться, учителя начальных классов эта информация знакома, но вот откуда ее взять, у вас будет слайд. Именно поэтому я вам его оставляю. И мы иными словами говорим родителям, уже теперь переводя на понятный и актуальный для них язык, почему важно читать книги. Вот для вашего ребенка почему важно, не только учебники. Любая речь и устная, и письменная формируется по образцу, а это значит, образец должен быть. Уважаемые коллеги, учителя начальных классов, слушающие сейчас, я думаю, что знают, и кивнут мне, что класс обычно отражает речь своего учителя. То есть приходя из дома, они отражают речь семьи, и вы сразу можете увидеть, услышать, почувствовать и лексику, и особенности даже произношения. Но со временем классно начинают отражать лексику учителя. И беседуя с ребятами уже со второго класса, можно сделать вывод о том, как с ними беседует учитель. Но основной образец – это, конечно, книги. Читающие дети говорят и пишут более грамотно. Это прям можно большими буквами на родительском собрании на слайд вывести, чтобы у них отпечаталась еще и в зрительной памяти у родителей. Чтение обогащает словарный запас ребенка. А коллеги, работающие с детьми начальной школы, понимают, насколько сейчас это большая проблема. Скудный лексический запас, скудный словарь ребенка. Способствует развитию памяти тоже сейчас эта проблема есть. Развитие памяти не на таком уровне, как было еще 10-20 лет назад. И воображение, то есть тех процессов, необходимых для успешного обучения. Вот, наверное, эта информация для родителей будет поворотной для того, чтобы все-таки задуматься о формировании читательской грамотности. Ребенок развивается эмоционально. Я думаю, что словосочетание «эмоциональный интеллект» тоже нам всем уже с вами знакомо. Родителям не всем и не всегда. Об этом тоже можно говорить. Это поле для отдельной встречи, для отдельной беседы. Для вас такой вот ключевой звоночек, на что обратить внимание. Ребенок развивается эмоционально. Учится чувствовать, сочувствовать, переживать, испытывать эмоции. Мы знаем с вами, коллеги, насколько это важно с точки зрения психологии. Об этом тоже важно и нужно говорить родителям. Почему важно читать книги? С точки зрения формирования логических умений ребенка, логических операций, которые он проводит в своей голове, и которые потом помогают решить в том числе сложную задачу по математике. Ребенок учится таким действиям, как анализ, синтез, постановка, гипотезы, выводы, умозаключения, суждения. Становится более эрудированным в конце концов. Узная новое слово или понятие, он потом может его использовать или понимать, когда это встретится в тексте. Но вот ключевое – это, как мы говорим, между собой прокачка мозга. Ребенок учится на материале, прочитанном, логическим действием, необходимым для успешного обучения в школе. И успех в учебе напрямую зависит от сформированности читательских навыков. Нечитающий ребенок никогда не прочитает, значит, он не решит задачу, он не выполнит даже простой тест. Ребенок, читающий с недостаточной скоростью, просто не успеет справиться. Хотя, конечно, сейчас мы больше внимания уделяем пониманию, прочитанном. Но, коллеги, я думаю, вы все со мной согласитесь, что ребенок, читающий медленно и уже к концу предложения, забывающий то, с чего оно начинается, никогда не овладеет навыком смыслового чтения. Или когда ребенок читает с большим количеством ошибок, он просто не понимает, что написано. Поэтому, само собой, фундамент наш для нашей работы – это безошибочное, выразительное, смысловое чтение. И об этом, коллеги, хотя, казалось бы, это понятные нам с вами вещи, естественно, и библиотекаря, и учителя, мы все это понимаем. Для нас это, казалось бы, ничего нового. Но я вас уверяю, для наших родителей, для многих эта информация, она вот настолько фоновая, что практически не является актуальной. Значит, об этом надо вновь сказать. Когда-то в школе, конечно, им об этом говорили, но сейчас многие об этом забывают. Поэтому ценность книги, ценность прочитанного текста, она сейчас и стала меньше. А ведь без этих ключевых фундаментальных навыков мы не можем говорить об успешном обучении в школе. Тем более в начальной, когда и читать надо научиться, и чувствовать мы учимся, да и с помощью прочитанного текста мы решаем задачи. Поэтому на любом учебном предмете, абсолютно на любом, даже такие предметы, как изобразительное искусство и технологии, требуют часто работы с инструкцией. Да, поэтому мы об этом тоже должны говорить родителям. Вот в нашей системе, уважаемые коллеги, самое главное запустить этот механизм понимания родителями смысла формирования у детей читательской грамотности. И уже потом, когда они вас услышали и поняли, мы можем говорить о том, что они теперь ваши союзники, да, вместе с вами занимаются формированием, занимаются прохождением с ребенком вот этого самого пути становления грамотного читателя. И в грамотного читателя, как мы понимаем с вами, и об этом тоже нужно сказать родителям, ребенок может превратиться только через общение с книгой, и происходить это должно под руководством взрослого. Почему мы с вами опять же понимаем, и сейчас в системе работы мы рассмотрим с вами примеры, где очень хорошо будет прослеживаться красной нитью роль взрослого в формировании грамотного читателя. И о чем тоже стоит сказать, если у вас есть возможность общения с родителями дошкольников, именно для них сейчас информация, основы читательской грамотности закладываются еще тогда, когда ребенок не умеет читать, а является только слушателем. Так называемым пассивным читателем, первое приобщение к художественному слову – это мамины сказки, прибаутки, колыбельные песенки, бабушкины стишки, которые вместе заучиваем, детские считалки. То есть это общение с художественным словом. И здесь я бы с вами, коллеги, выделила слово «общение». Я постоянно привожу этот пример и не устаю приводить его и на родительских собраниях, говорю об этом даже студентам, чтобы они в своей практике об этом помнили и дальше применяли в работе, что ребенок проговаривает. Вот мы сейчас говорим про восприятие, да, и дальше происходит процесс проговаривания. Ребенок в разговорной речи, в проговаривании, в пересказывании, в пересказе, про пересказ мы еще сегодня поговорим, он выстраивает в своей головке логику. То есть вот увидел ребенок что-то на улице, ему надо об этом рассказать, тогда это станет для него не просто набором картинок и звуков, а событием. То есть появляются логические цепочки, почему, а дальше, да, событие, почему оно произошло, почему так получилось. Вот это же и с книгой, мы будем сегодня еще об этом говорить, но самая первая, да, вот струнка настройки работы с родителем в поле формирования читателя, это говорит о том, что вот их взаимодействие, взаимообщение, это первый шаг формирования правильного грамотного читателя. Ежедневное семейное чтение. И вот сейчас, что удивительно, когда мы говорим об этом родителям, да, с чего начинаем, родители, как правило, нам отвечают, что, вот сейчас, коллеги, если мне огонечек поставите, значит, согласны. Да, что обычно отвечают? Не хватает времени. Хотя, казалось бы, чем так сильно, да, спасибо, чем так сильно заняты родители, что не хватает времени на общение с собственным ребенком. Ну, действительно, мы сейчас с вами, уважаемые коллеги со мной, я думаю, тоже согласитесь, заложники огромного количества информации, которые на нас буквально сваливаются отовсюду. Мы берем телефон, мы открываем новости, берем тот же телефон, открываем мессенджер, а там нам уже все написали «Доброе утро» и котиков прислали. Мы включаем телевизор, оттуда тоже информация. Мы идем по улице, реклама мигает, вывески написаны, и вся эта информация попадает к нам, и мы от нее устаем. Поэтому родители вам так и отвечают, да, что некогда почитать, потому что очень много важных дел, каких? Ну, вот обработать всю эту информацию, надо говорить о том, что есть вещи приоритетные, и ребенок сам себя не воспитает. Это наша с вами задача, это наша с вами родительская обязанность, да. Мы с вами понимаем, что обязанности родителей, они прописаны в юридических документах, но об этом надо напоминать, что одна из обязанностей – вделять ребенку время. А то время, которое вы сейчас уделите для воспитания, вот оно, да, это потом окупится в успехах ребенка. Поэтому ежедневное, ежевечерное семейное чтение. Почему важно? Формирует у ребенка потребность в чтении без принуждения. Недавно видела картинку, не смогла найти, хотела вам показать, ставить даже сюда в презентацию, когда, не помню, картинка или видео, когда правильное воспитание, воспитание любви к книгам. Детки играют, папа с мамой сидят на диване, читают книги, а оказывается, у них там под книгами спрятаны телефоны. Они на самом деле сидят в телефоне, но для детей делают вид, что они читают, да, вот хорошо это или плохо. Как посмотреть, да, с одной стороны, не читают, а с другой стороны, хотя бы ребенку своим примером, но прививают любовь к книге. Хотя, конечно, это очень условно, мы понимаем, да, это не то, чего мы хотим добиваться, но вот такая жуточная картинка мне попалась. И чтение без принуждения, то есть книга – это не наказание, книга – это прекрасно. И тут же, да, позволяет взрослому участвовать в жизни ребенка, потому что я всегда говорю родителям учеников начальной школы, уважаемые родители, пройдет совсем немного времени, и ребенок захочет жить своей подростковой жизнью, а сохранить этот мостик, эту ниточку, которая вас связывает, это очень важно, чтобы потом не потерять связи, когда будет необходима ребенку помощь и поддержка. И вот как раз одним из таких мостиков может стать совместное чтение, чтение, обсуждение, именно укрепление вот этой детско-родительской связи, слушание, чтение, интерес к произведению, наслаждение от прочитанного, услышанного и от совместного времяпрепровождения. Вот это очень важно. Про круг детского чтения хочется сказать, потому что сейчас, к сожалению, круг детского чтения ограничивается произведениями содержания учебника литературного чтения. Ну или тем, которые мы задаем читать параллельно с программой, как мы раньше говорили, у нас было вне классное чтение, да, сейчас кто-то говорит вне классное, кто-то говорит дополнительное чтение, но суть это не меняет. То есть произведение сверхпрограммы. Когда мы задаем их, здесь есть надежда, что дети все-таки прочитают, потому что потом мы строим некую работу, да. Так вот, родителям тоже стоит говорить о круге детского чтения, и коллеги, прямо напоминать, начиная с дошкольного детства, я отправляю родителям, еще родителям будущих первоклассников, списки тех произведений, которые мне бы хотелось, чтобы были прочитаны детьми, вместе с детьми. Потому что, и учителя первых классов сейчас со мной согласятся, к сожалению, современные дети не всегда знают содержание даже самых простых русских народных сказок, репка, теремок и так далее. Дети не... у нас есть в учебниках такие задания, когда нужно по картинному плану, например, пересказать сказку, не все дети могут это сделать. Не все дети знают считалки и загадки, не могут отгадать самые простые загадки об овощах, например, знают не все. То есть об этом надо говорить родителям. Золотой фонд классической литературы для детей. Это и сказки, и рассказы, где герои, ровесники ребенка. Конечно, мы с вами все в детстве обожали, например, рассказы Виктора Йозефа и Чедрагунского, но мы понимаем, что это рассказы скорее для старших, для школьников и школьников, младших, да, нежели для трехлетнего ребенка. Ему это будет читать неинтересно. То есть подбираем такие произведения, которые будут актуальны для ребенка. Да, конечно, и стихотворения, и различные другие жанры, да, это и песни, и басни. То есть мы расширяем кругозор. Где-то, и мы видим, да, что где-то ребенку будет интереснее, там, одному читать произведение о природе, другому сказки. Но это не значит, что мы читаем только о природе. Расширяя кругозор читателя, мы расширяем и кругозор ребенка. Чувство меры и вкуса в отборе произведений. Как раз о чем я сейчас сказала. Сейчас, извините, пожалуйста. Конечно, здесь у нас есть такая, как бы, образец, да, это книги, которые читали нам в детстве. И пополняется, расширяется круг детского чтения современным писателям. Тоже нам важно это учитывать. Сейчас, коллеги, извините, пожалуйста. И учим думать над книгой, то есть беседы о прочитанном и услышанном. Сейчас, секунду. Да, коллеги, я снова с вами, прошу прощения, немножко голос подводит. Перед чтением необходимо научить ребенка знакомиться с книгой, познакомиться с книгой. Что такое книга, да, взять в руки. Есть обложка, титульный лист, где мы видим имя, фамилию автора, где мы можем прочитать заголовок по иллюстрации, предположить, о ком или о чем пойдет речь в этой книге. И уже это заинтересует ребенка, уже ему захочется открыть книгу и дальше ее прочитать. Формирование смыслового чтения. То, к чему мы идем, мы с вами знаем, и я об этом в ноябре уже с вами говорила, оно происходит на основе мотива, формируется на основе мотива. С какой целью ребенку вообще нужно читать этот текст, для чего? Вот здесь взрослому и родителю в том числе необходимо этот мотив подкрепить, обозначить его для ребенка. Установка на мотивированное чтение формирует осознанность, то есть для чего мы сейчас будем читать, да? Читая сказку, постарайся представить себе ее героев. Читая рассказ, обрати внимание, с чего начинается история. Читая текст, обрати внимание на главную мысль. Читая басню, обрати внимание, в каких словах выражена мораль. Обрати внимание на события. Подумай, вот причина, следственная связь, да вот она, логика включается. Почему они произошли? Подумай, могли бы эти события произойти в реальной жизни. Здесь отсылка к жанру, да? Волшебная сказка, например, или рассказ. Чтобы ребенок тоже порассуждал, подумал. Перед текстом, читая сказку, подумал, чему автор так ее назвал. После текста, не заглядывая, пиши ее героев. Вот эти советы, эти карточки можно родителям даже давать. Я прямо в родительские чаты посылаю, чтобы они использовали. Потому что зачастую вот эти слова сложно подобрать. А мы с вами работаем с детьми, нам проще, да, вот эти, дать готовые инструменты, которыми можно просто воспользоваться. Да, главная мысль, когда ребенок уже постарше, где спрятан, давай с тобой вместе ее найдем. Разговор перед чтением помогает ввести ребенка в настроение того произведения, которым будет посвящено вот ваше чтение, которое вы будете читать. И такие приемы, как чтение по очереди. Когда ребенок только научился читать, ему пока сложно читать долго и много. Предложение ты, предложение я. Учителя знают этот прием, мы его используем, особенно в первом классе, когда эти только научились читать, и сложно сразу прочитать много. Чтение по цепочке, по одному предложению. Также и дома родителям можно посоветовать этот прием использовать, но это изближает, это им интересно, приятно и не нагружает ребенка. Чтение по ролям, конечно, дети очень любят читать по ролям. Когда мы проводим мероприятия по прочитанному, мы обязательно небольшие сценки с детьми ставим. Дома тоже можно и нужно. Чтение вслух. Должно обязательно быть медленно. Я всегда говорю детям и про чтение, и про письмо, что если ты начинаешь медленно, значит, ты сделаешь без ошибок. Потом скорость, она придет со временем. Четкое проговаривание окончания. Мы знаем учителя, что есть такая проблема, когда ребенок не дочитывает, а додумывает окончание. Вот родителям тоже надо об этом говорить. Читаем вслух, потому что вы слышите правильность прочитанного. Выразительная интонация. Ну, не только о том, что она повышается в упросительных предложениях, например, понижается повествовательно. О смысловых каких-то акцентах. О выражении, связанном с характером героев, тоже родителям об этом нужно говорить. Достаточно громкая, потому что когда ребенок читает громко, он прочитает четко и понятно. Ну, конечно, безошибочная и комментированная. Прокомментированная еще скажу сейчас. И последующие обсуждения, не просто прочитали и забыли, да, поиск основной мысли, высказывание отношений, пересказ прочитанного. И вот такой режим чтения, короткий отдых чтения, он позволяет ребенку не устать. Все-таки получить удовольствие и позволит полюбить книгу. Здесь я дала свою любимую выдержку из учебника «Литературное чтение. Всем нам известный отрывок». «Литературное чтение. Второй класс». Всем нам известный отрывок из романа Евгения Онегин, где, посмотрите, автора учебника только три слова выделили как незнакомые дети. А на самом деле, вот в этом году, коллегам я уже в ноябре рассказывала, кто смотрел, дети не знают лексического значения большинства этих слов. То есть, сейчас вопрос ваш прочитала, сейчас отвечу. И здесь надо объяснять абсолютно все, потому что у меня был ответ в этом году, крестьянин тот, кто крестит детей. Дровинки мы еще вспомнили сказки «В лесу родилась елочка», но «Бразды пушистые взрывая» уже была достаточно сложная для нас конструкция, с которой нам приходилось долго работать, чтобы понять, о чем здесь идет речь. И вот родителям мы тоже говорим об этом, что зачастую будет много незнакомых и непонятных ребенку слов, а значит, мы должны проводить совместную исследовательскую работу с текстом. Я своим детям очень часто говорю, ребята, сейчас мы с вами становимся учеными-исследователями. И глазки сразу раз загорелись, им уже интересно, это как при слове «игра», да, когда мы с вами поиграем, то дети уже совсем по-другому относятся к какому-то приему на уроке, хотя играть можно во все, что угодно. Да, здесь наша задача упаковать вот в эту яркую обертку под названием «игра» зачастую самый сложный материал. Но уже будет и желание совсем другое, мотивация к игре, да, она все-таки другая, чем к учебе. И внимание будет более фокусным у ребенка. Вот простой пример, по поводу, проводя мостик от отрывка из поэмы Евгения Онегин. Пример про ребенка, который увидел вывеску в магазине и спросил, мама, что такое кот ли ты? Ты прочитал ребенок и понял по-своему, что такое кот ли ты? Ну, я думаю, что многие из вас догадались, да, о чем шла речь. Речь шла о котлетах, ребенок так прочитал слово котлеты, кот ли ты. Но здесь говорится о том, что всегда нужно очень внимательно родителям смотреть на то, как ребенок понял прочитанное, проверять, понял ли он прочитанное. Если нет, то, конечно, вместе с ним, даже если сам не знаю значение каких-то слов, то поискать и объяснить ребенку, что такое тулуп, что такое кушак. Почему он красный, кстати, да, почему красный цвет, цвет праздника, а крестьянин торжествуя на дробных обновлял путь. Ну, то есть опять, да, любая даже вывеска в магазине может стать полем для беседы с ребенком. И если говорить о советах, какие советы мы можем дать родителям? Ну, во-первых, чтение перед сном. Почему важно? Мы с вами уже говорили про ту совместную деятельность, которая сближает и протягивает мостик между детьми и родителями. Кроме этого, помните, наш с вами студенческий прием. Прочитал сложный билет, положил тут подушку, с утра встал, помню. Этому есть научное объяснение. Последние события дня фиксируются в эмоциональной памяти человека, доказано ученым. А значит, мы можем этот прием использовать, ну, и для заучивания каких-то правил. И когда мы читаем, да, то, соответственно, вот прочитано, не то, что в телефоне ты там ролик посмотрел, да, то, что ты в книге прочитал, оно и останется в эмоциональной памяти. Если ребенок окружен книгами, если богатая домашняя библиотека, если ребенок осознает ценность книг, то, конечно, он полюбит читать. Для него это будет его родная, любимая среда. Бережное отношение к книгам. Вот, уважаемые коллеги, я убеждена, что вам все эти тезисы хорошо знакомы, но часто современным родителям нужно об этом говорить. Учителя видят, что не всегда надевается обложка, не всегда книга ремонтируется порвана, не всегда используется закладка. Часто карандаш вставляется вместо закладки в книгу, чего делать, как мы понимаем, с вами нельзя. Посещайте с ребенком детские библиотеки, книжные магазины, книжные выставки, ярмарки. Их сейчас много. Когда ребенок находится в книжной среде, он начинает воспринимать ее как свое, начать любить книги. Конечно, ни в коем случае не наказывайте книгой. Если ребенок устал, потерял интерес, то чтение нужно поставить на паузу, как мы говорим, на текущий момент прекратить, пока ребенок не понял, что именно от этого он устал и ему не нравится. Конечно, гигиенические правила тоже. Уважаемые коллеги, я уверена, что вы это знаете. Повторите нашим родителям это. Лишним не будет. Ну и, конечно, радуйтесь успехам. Показывайте свою заинтересованность в той деятельности, в которой ребенок успешно развивается. Ты стал читать быстрее, ты стал читать выразительнее. Посмотри, да, какой ты молодец. Помните, вы главный пример для ребенка. Вот та самая, да, картинка, где родители прячут за книгой телефон, ее держим в уме, да, что когда ребенок видит родителей с книгой, он понимает, что это нормально. Раз это нормально, то я тоже хочу стать таким же, как мой родитель. И подкрепляем полезную привычку. Вот, уважаемые коллеги, я взяла сейчас вот эти слайды, эти картинки из просторов интернета. Вы можете взять их много или сделать свои. На многих даже есть указание сайта, потому что это не моя авторская разработка. Сейчас очень популярный прием, инструмент, который работает, это трекер чтения. Когда я это делаю в классе, вы можете сделать это у себя в своей работе и посоветовать родителям. Можете даже распечатать и раздать, как задание, да, или просто как интересный вид досуга. Отмечаем книги, которые мы прочитали. То есть, видите, здесь по-разному можно месяц ставить, цель и итог, например, да, или же записать книги, которые ты планируешь прочитать. Есть разные варианты оформления, да, вот опять здесь страниц, книга, дата начала. Вот ты открыл книгу и страничку отмечаешь, да, сколько ты прочитал, например, с такой-то по такой-то страничке. Можно список книг оформить в виде книг на книжной полке. Здесь для книголюбов, для книголюбов более взрослых, книжная полка, даже можно попробовать написать свое мнение о книге. Вот он трекер чтения, опять мы отмечаем и выписываем любимую цитату. Почему нет, да? Можно оформить и так тоже. То есть наша задача еще и подкрепить результат. Дети очень любят вести различные дневнички, блокнотики. И вот когда мы делаем это вместе, еще повесим на видное место или отнесем потом в классе, похвастаемся, почему нет, да, с вами успехно. Тогда мы можем сказать о том, что вот еще один шажок в формировании правильного читателя, грамотного читателя, успешного читателя нами с вами сделан. А вот российский учебник представлял свое время, предлагал вот такой вариант, ведь я тоже не убрала, оставила. Мир моих книг. Еженедельная программа по чтению. То есть сколько страниц прочитано, сколько новых слов узнал или даже выучил, какие главы закончил, какие непонятные слова были. То есть вот такая вот уже более глубокая работа тоже, пожалуйста, можем использовать в своей работе и рекомендовать родителям. Ну и инструмент, который позволяет нам с вами не просто, и с родителями, да, не просто заниматься формированием, но и отслеживать динамику правильного формирования, несмыслового чтения, да, видеть трудности ребенка, подбирать именно для него инструментарий, чтобы все-таки эта динамика была, это платформа аналитик, цифровая платформа аналитик чтения, с которой многие из вас уже знакомы. Поэтому я останавливаться не буду, вы можете и по QR-коду, или по адресу перейти, и познакомиться, и взять себе в работу. Есть четкие критерии для определения читательской грамотности. Мы можем воспользоваться, определив уровень и дальше отталкиваясь от этого уровня, прослеживать динамику формирования. Это онлайн-тесты для оценки читательских компетенций детей разного возраста. Здесь и уровень чтения, и объемы слов. Вы все посмотрите, и я уверена, что в работу себе возьмете. Какие средства и способы наиболее эффективны для вовлечения родителей в процесс формирования читательской грамотности? Как быть с родителями, которые не разделяют энтузиазм педагога или относятся к педагогу предвзятым? Спасибо большое за вопрос. Я начинала с того, что такая проблема сейчас существует, и скепсис в глазах родителей мы видим, уважаемые коллеги. Но давайте согласимся с тем, что наша работа – это ежедневное преодоление и скепсиса, и где-то недостаточного уровня грамотности. Простите, пожалуйста, еще не до конца голос восстановился. И недостаточного уровня грамотности родителей, как грамотности общей, так и грамотности, например, в примете русский язык, когда мы видим, да, читаем с ошибками. Но мы понимаем, что именно для этого мы и находимся вот здесь и сейчас, именно на нашем месте. А значит, у нас есть шанс, пусть чуточку, пусть капельку, но изменить мир к лучшему. Вот у меня в классе 30 учеников. У каждого есть родители. Когда мы приходим на собрание, встречаемся, я понимаю, что кто-то меня услышал и согласится. Кто-то меня услышал, но в душе не согласен, а кто-то и вслух высказался. Что, Ольга Николаевна, да не смешите меня, сейчас современным детям читать, да, кто-то вообще был занят чем-то своим в телефоне. Кто-то просто не дошел, да, сославшись на занятость. Но пускай меня из 30 услышат 20 человек, пускай услышат 10. Пускай из этих десятерых только 5 возьмут в работу то, о чем они услышат. Но один возьмет одну какую-то мысль, другую другую. Третьему вот этот прием понравился, он начнет его применять. И вот так потихоньку, понемножку мы с вами все-таки меняем мир к лучшему, я убеждена. И будут у вас те несогласные, которые не поведут ребенка в библиотеку. Но если вы об этом скажете, вот именно теми словами, которые я вам предлагаю, актуальными для них. Вот хочу все-таки ваше внимание еще раз остановить. Вот на этом слайде. Почему важно читать книги? Вот, уважаемые коллеги, возьмите информацию вот эту, просто переведите ее в текст и отправьте родителям. Почему важно читать книги? Ваш ребенок будет более успешен в любом предмете. Да, ваш ребенок будет развиваться, уметь чувствовать, переживать. А это так важно. У него будет прокачиваться, развиваться мозг. Он потом сможет решить сложную задачу, потому что он в произведении для детей делал выводы, искал ответы на вопросы. Успех в учебе напрямую зависит от навыка чтения. Читающий с ошибками не решит задачу, потому что он прочитает ее с ошибками. Вот об этом нужно говорить. Почему так важно превратить ребенка в грамотного читателя под руководством взрослого? Почему, уважаемые родители, так важно отложить телефон и потратить 10-15 минут в день? Ну, коллеги, давайте еще раз задумаемся, 10-15 минут, это чашка кофе, чашка чая с конфеткой, да? На то, чтобы твой ребенок, родной, любимый, стал более успешным, заблистал. А вот об этом, вот такими словами, может, вы найдете другие гораздо лучше, надо говорить родителям. И тогда успех, я уверена, будет, потому что наша с вами задача – это постоянное воспитание и себя, прежде всего себя, и наших детей, и наших уважаемых родителей. Вот для меня это основа понимания, что я хожу на работу не просто так. Я надеюсь, что из того, что я вам сегодня рассказала, что-то обязательно вам отзовется, вы возьмете себе в работу и сможете, позволю себе такое слово, достучаться до сердечек ваших родителей, чтобы в нашей стране, в нашем обществе стало больше грамотных людей, читающих людей, и чтобы статус книги все-таки подрастал. Я нам всем очень этого желаю, коллеги, здоровья вам, сил, весеннего настроения, хоть у нас сегодня снег, но светит солнышко, и тоже приятно. Всего вам самого доброго. Если есть вопросы, еще пишите, я задам. Если вопросов нет, то я с вами попрощаюсь, презентацию оставляю вам. Надеюсь, что вам сегодня было интересно и полезно. Продолжение следует...